Как вы знаете, сегодня состоялся телефонный разговор Эрдогана и Пашиняна. Я в своем вчерашнем интервью сказал, что мы должны уже понемногу смириться с этой мыслью, что отныне мы будем свидетелями разговоров и встреч не Путина и Пашиняна, а Эрдогана и Пашиняна по той простой причине и о чем мы много раз говорили, дорогие соотечественники, что Россия сдаёт Кавказ, сдаёт Армению, Турции, она сдаёт Арцах, Азербайджану, а Армению — Турции. И это для России наименьшее изол, слабее и, будучи вынужденной уйти с Кавказа, Россия только так может не допустить проникновения Запада на Кавказ. Конечно, была отрывочная информация, о чем говорили эти два горя руководителя. Там говорилось общими фразами «двустороннее отношение между Арменией и Турцией, региональная стабильность». Но я думаю, что речь шла в первую очередь о Зангизурском коридоре. И это тот болезненный вопрос, та последняя уступка, которую Россия и Турция требуют, чтобы Пашинян сделал, вопреки Западу и армянскому народу, которые категорически против этой уступки. Да, Зангизурский коридор необходим Турции для реализации собственных пантюркистских планов. И да, Зангизурский коридор необходим России в качестве «дороги жизни», в качестве сухопутной связи с Турцией. Пожалуй, единственное средство для обхода санкций, потому что европейские и черноморские дороги закрываются. И это действительно становится дорогой жизни для России и дорогой для пантюркистских планов для Турции. И последние скопления азербайджанских войск на границе с Арменией предпринимаются как раз с этой целью, чтобы посредством военно-агрессии получить Зангизурский коридор. Мы знаем, что и Иран, и Запад категорически отвергают подобный сценарий. И Пашинян это хорошо знает. Он понимает, что предоставление Зангизурского коридора, а тем более ценой войны и жертв, для него может стать судьбоносным. Но тем не менее, давление продолжается. Эрдоган несколько месяцев назад публично заявил, что договоренность с Пашиняном есть. Проблемой является только Иран. Да, Эрдоган делал такое заявление, что в вопросе Армении проблем не будет. Но я считаю, что тем не менее, если бы не было давления Запада, Пашинян уже уступил бы этот коридор. А позицию Ирана мы знаем. Действительно, Иран очень жестко заявил, что армяно-иранская граница – это красная линия. И Иран не допустит какого-либо изменения границы. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.